Президент говорил о стратегических задачах, стоящих перед страной на ближайшее будущее. Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы, чтобы люди, которые лишились дохода, могли воспользоваться отсрочкой по платежам. Также глава государства заявила о необходимости форсировать модернизацию инфраструктуры с применением передовых технологий. Особенно это важно для нас, для страны самой большой территории в мире, такой огромной территории. Это имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации. В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст мощный импульс. Кстати, спасибо и мостостроителям, и железнодорожникам видели, уже сделан обход вокруг Коснодара и подход к этой транспортной развязке. Модернизации автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщения, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности. В своем послании президент большое внимание уделил и развитию медицины. В стране к концу 2020 года должно появиться больше полутора тысяч амбулаторий, а на борьбу с онкологическими заболеваниями направят больше триллиона рублей. Модернизация системы здравоохранения – одна из приоритетных задач для Краснодарского края. У нас, конечно, количество жителей, которые живут в сельской местности, около 4 миллионов. И поверьте, это такой народ, который, как правило, не думает о своем здоровье, потому что у нас то посевная, то уборка. И как-нибудь до себя руки не доходят. Поэтому, конечно, если они не идут к врачу, врач должен прийти к ним. Поэтому офисы врачей общей практики – это сегодня вот то необходимое звено в медицине, которое должно появиться на селе, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Мы сегодня сохраняем здоровье жителей регионов. И сегодня мы также в Краснодарском крае ставим медицинский кластер. Он достаточно серьезный, там и антоцентр, и лебедационный центр, который очень нужен. И участвовал президент, что нужно заниматься и лебедацией, и профилактикой. Послание президента к федеральному собранию продлилось полтора часа. За это время Владимир Путин обозначил основные направления не только во внутренней, но и во внешней политике России.